В начале сентября 1957 года где-то числа 5-го или 6-го все оборудование погрузили и улетели в террату. Нас специальный отдел собирал и проводили соответствующую с нами беседу. Язык не распускать. Прилетели. И говорят, ребята, все закрыто. Никто не знает, что мы будем делать здесь. Да. Отвели нам, говорят, комнату. Оборудование там уже расставили. Вас ведущий генерал отведет туда. Ну, интерес-то был, потому что люди как заинтересованы. А чего в голове? Интересно ведь? Стоит ракета, готова вывезти. А чего? И, конечно, вот в этой строгой секретности, строгой секретности на полигоне, когда стали стыковать, всех выгнали из Мика и сказали, что не нужно всем смотреть, что делаем мы. И пошла такая волна, что мы стыкуем атомную бомбу. Мне 84. В декабре будет 85. 85 лет. На работу я езжу только на машине. И с работой так же. Если бы не машина, конечно, здоровье мне бы не позволило и до сих пор, может быть, и работать. В начале 57-го года Сергей Павлович отобрал лучших людей. Их оказалось всего трое. И говорит, ребята, согласны работать круглые сутки? Я знаю, что вы умеете работать. И уже мы проходили. Мы будем делать простой искусственный спутник Земли. Затем в следующей операции кантовка верхней оболочки и установка передатчика в корпус. Лесаремонтажники Юрий Силаев и Николай Селезнев воспроизводят сборку первого спутника. И устанавливаем. Закладывай, Коля. Всю группу нашу распределили по предприятию. Я вначале попал, будем говорить, в Дунькин цех, так назывался. Одни женщины работали на станках автоматы. А мне чего делать? Зусин снимать? Ты ищи, говорит, молодой. Я говорю, а где сборочный цех? Я начальник цеха. А вы кто такой? Я говорю, мы только кончили вот ремесленное училище. О, мне такие люди нужны. Он как завел в цех, у меня глаза помутнились, стоят одни ракеты у Фау-1. Ой, красота немоверная. Собирали, разбирали, собирали, разбирали. Работали. Не считались ни с чем. Нас кормили в столовой. Столовая была большая. Приходим однажды в столовую. Ребята, вы не поверите. Это какая была радость. Я смотрю, бугром ваза стоит и бугром хлеба. Ой, сразу хапнули. Прежде чем там первые принесут. Сидят, жуют, жуют, жуют. И один хлеб едим. Не доедали, это точно. И кроме щавеля, лебеды, мать варила щи, еще карточки были. Ведь хлеб-то давали по карточкам. 45-й, 46-й, тяжелые годы. Окончание Второй мировой войны ознаменовалось принципиально важным событием. Соединенные Штаты Америки в июле 45-го года овладели ядерным оружием и более того, в августе применили его в войне против Японии, подвергнув атомной бомбардировке города Хиросима и Нагасаки. Тем самым Соединенные Штаты Америки утвердили свое право на мировое господство, показав всему миру и главным образом Советскому Союзу, что отныне Соединенные Штаты Америки являются главной военной, экономической и политической державой мира. В тот период в Америке синдром, если хотите, Хиросиме и Нагасаки восторжествовал. Тогда американцы решили, что если будут подвергнут атомной бомбардировке крупные промышленные и урбанистические центры Советского Союза, то Советский Союз так же, как и Япония, быстро капитулирует и сойдет на нет. В начале 50-х годов страна стояла перед проблемами. У нас могут безнаказанно разбомбить любой момент. У нас нет средств доставки на тот континент. Сказали, может быть, ракета. Медленно, на малой. Королеву я познакомился в цехе. Пошел отрыв. Часов восемь, минут 15-9-го приходил Сергей Павлович Королев. И он всех пофамильно знал. Так, отходим от барокамеры. Он ко мне подошел, а я как раз начинал налаживать испытания, схему собирал из шлангов. Как вас звать? Я говорю, Юра. Ну вот, познакомились. И потом каждое утро подходил, сегодня чего опрессовал. Какую магистраль? Если вы думаете, что главный конструктор, допустим, какой-нибудь системы или корабля, что он творец этого корабля, вы заблуждаете. У главного конструктора есть свои прямые обязанности, за которые он и морально, и по закону несет прямую, личную и единоличную ответственность. Он начинал с того, что значит, стране нужны ракеты. Вдохновение, дух его, конечно, передавался и рабочим, и ИТРом. Всем доставалось, короче говоря. Много на моем веку прошло директоров, и такого, как Сергея Павловича, пожалуй, не сыщешь. Это великий человек. И благодаря ему, вот я свою судьбу складываю, если бы не он, ну, я не знаю, кем бы я там был. Она училась в 10-м классе, я работал. Долго я с ней дружил, лет, наверное, 7. И у нас были чистые такие, хамства не было по тому времени. Не было такого, что давай сразу, и все, весь разговор. Тогда все-таки дружили здорово. Первый спутник занял очень много времени и места моего в командировках. И весь был поглощен я именно этой работой. И когда я приехал домой, мать спрашивает, ну, что делал-то? Чем занят ты был? Я говорю, мама, а ты слышал, что первый спутник? Так вот, пришлось мне моими руками, я говорю, его перетаскивать, собирать. Да ты что, сынок? Ну, расскажи. Я говорю, мама, больше я тебе ничего не скажу. Сейчас некогда. Опять некогда, я говорю, опять, завтра опять на работу. Когда ж ты дома-то у меня побываешь? Жениться уже пора. Ты-ты-ты-ты-се. Я говорю, некогда, мать, некогда. И, конечно, когда вот более-менее мы освободились, она мне сказала сразу, или жениться надо, или как-то. Ну, что, давай женимся. Что делать-то? Роды прошли неудачные. И после этого она заболела. Ребенок на третий день умер. Она оказалась в очень тяжелом состоянии. Заражение полностью. И не ходить, не передвигаться нельзя. У нее стали уже ноги разлагаться, от нее мясо. И, в общем, лежит женщина по этих пор. Вроде бы все нормально, а труп. Из 85 килограммов общего веса спутника почти 50 килограмм падает на блок питания, который вот мы сегодня и устанавливаем в этот объект. Да? Давай, 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 Коля. Ничего, ничего, ничего. Вот, вот и хорошо. Ну, насчет истории никто не задумывался. Уже ты в клее, и идешь, 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 и все, выше и выше в гору влезаешь. С тем течеискателем у нас сходятся? Согласуются? Согласуются оба. Это главное. Да, каждый день прихожу на работу и говорю, когда же полегче будет. Оказывается, ничего подобного. Вот как мы зарядились первым спутником, своей энергией, своей вот этой вот силой. До сих пор. Сергея Павловича отправили 7 сентября 45-го года. Он попал в Германию с группой ракетчиков. И уже в Германии они поняли, что ракета Фау-2 имеет очень много недостатков. И у них уже созрел план создания своей собственной ракеты. Сергей Павлович, ведь он, если говорит, свои слова не бросает на ветер. И поговаривали о большой ракете еще, что будет новая Р-7. Но когда Сергей Павлович был назначен уже главным конструктором баллистических ракет дальнего действия, когда он был на приеме у Сталина, Сталин сказал, «Нет, вы сначала сделаете точную копию Фау-2, а потом делайте свою ракету». От ракеты остались только мелкие куски. Американскую космическую программу возглавлял Вернер фон Браун. Немецкий инженер, вывезенный после войны в Соединенные Штаты Америки, который продолжил работу над своей ракетой Фау-2. На основании этой ракеты Фау-2 он стремился сделать вот ракету «Атлас», превратив ее в межконтинентальную баллистическую ракету, которая была бы способна запустить искусственный спутник Земли, то есть выйти на вторую космическую скорость. В преддверии президентских выборов 1956 года переизбиравшийся на второй срок Дуайт Эйзенхауэр заявил о том, что Соединенные Штаты Америки в ближайшее время запустят искусственный спутник Земли. Вернер фон Браун в тот период монополизировал все американские исследования в этой области, и он свято верил в перспективы своей классической конструкции. Фактор времени для него до известной степени не играл в тот период большой роли. У американцев господствовало представление, что у Советского Союза нет столь гениальных ученых, гениальных инженеров, а также большое отставание в ракетной технике, которые давали определенного рода американцам гарантии того, что и в этой сфере они будут первыми. И когда вывезли на старт ракету, все любовались, уж больно говорить, что-то громоздкое, необыкновенное. Впервые я эту ракету посмотрел, как она летает. Меня увели военные, военные. Хочешь посмотреть, как ракета поднимается поближе? Я говорю, хочу. Не в бункере? Нет. Мы, говорит, тебя около километра отведем, у нас, говорит, там есть труба железнодорожная. Вот, говорит, туда залезем, и во время пуска как на блюдечке все будет. Протяжка один. Здесь протяжка. 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 Есть надувка. Плюс задрена. Плюс задрена. Есть задрена. Зажигание. Выхожу я из трубы, смотрю эту ракету. Зажигание светло стало. И вдруг ракета вся пламенем окуталась. Но когда уж предварительные, как центр заработал, боковушки, как она вышла, ой, я как глянул, белый свет, все светло, как днем. Жар до меня достал, я опять в эту трубу попер, потому что невозможно было. Это же было буквально, как будто она над тобой висит, а уж, наверное, километров пять или десять ушла. А пламя все еще в землю ударяется. Это была Р-7, ракета Р-7 или «Семерка», как ее ласково называют и сейчас. Если сравнить немецкую Фау-2 и ракету Р-7, то это сравнение будет как мопед и гоночная машина из класса «Формула-1». Когда «Семерку» сделали в 56-м году, и когда был первый пуск баллистической до Камчатки, и тогда мы объявили о том, что у нас имеется ракета, которую мы можем спокойно достать Америку. Никто ничего не поверил этому. И действительно, тут хоть кирпич клади, но пускай. А вот первым спутником должен был вот этот спутник. Чисто академический спутник. Они хотели вывести на орбиту вот этот спутник, который был третьим. То есть космическую лабораторию. Но дело в том, что надо было спешить. Разведка донесла, что американцы тоже собираются запустить свой спутник. Нельзя было допустить, чтобы они были первыми. Вот спутник полностью подготовлен к установке на ракету-носитель. Врачи констатируют, что у нее тромб в ногах. Ну что делать? Надо разжижение делать крови. И вот тут я носился, искал лекарства для разжижения крови. И ничего не получалось. Пролежали два месяца или больше, даже больше. До осени, глубокой осени. Мне пришлось ей сделать приспособление на заводе. Я ей подкладывал такие шары, ставил бачок с азотом. Открывался, она подымалась на этих. Удобно было протереть ее от этих всяких заболеваний. Два под под, два под эту. И она подымалась на этих шарах и опускалась, когда ей надо. И вот пиявками, всевозможными маслами, стал немножечко ее поднимать. Поднимать. Потом она стала немножечко ходить, учиться ходить заново. И этот процесс очень был тяжелый, на костылях ходить. Устанавливаем вентилятор и к блоку питания подстыковываем одновременно кабель. На вентилятор устанавливается окончательно воздуховод, который закрепляется пинтами. Это тоже самый первый спутник еще у нас оставался. Сергей Павлович в течение недели сконструировал второй спутник. На основе первого спутника и кабины с животным. Вот ведут трех собак. Альбину, Муху и Лайку. Кто же будет первым космонавтом? После запуска первого спутника Хрущев попросил короля моего отца, чтобы был запущен к 40-летию Октябрьской революции, был запущен второй спутник. Хотя времени оставалось очень мало, меньше месяца. Все хотели уйти в отпуск после такой очень большой работы, подготовки запуска первого спутника. Но пришлось напрячь всех. В 12 часов дня, говорит, Сергей Павлович собирает на открытой площадке весь полигон. Всех поздравил. И говорит, в три часа улетаем в Москву. Сергей Павлович, ну как так? Такое торжество туда-сюда. Еще раз говорю, улетаем в Москву. В седьмом цехе, помню, очень хорошо. По цеху бегают собаки. Лают, крутятся, ветятся. Думаю, что, псарня, что ли, у нас какая-то? Они с датчиками, с хвостами всевозможными, обматанные, обозанные. И вот они бегают. Шустрые, лайки, маленькие. Живые, в общем, собаки-то были. Лайка привыкла к своей кабине. Действие приборов и механизмов не раздражало и не пугало животное. И вот Сергей Павлович мне говорит, только на тебя, Надежда, поставь так заглушку, чтобы она была герметична. Потому что при первом же взлете ракеты, если не будет герметичной, собака тут же погибнет. Заодно, говорю, ты посмотри, живая она или нет. Ну, я постучал по кабине, смотрю, подняла, уши фонариком осветил. Я говорю, живая, живая. Лайка в спутнике чувствует себя превосходно. Анализ данных о самочувствии и поведении лайки во время полета показал, что животное в состоянии переносить воздействие ускорений при выводе спутника на орбиту и длительный период невесомости. Первый, кто стал очень возмущаться, это англичане. Англичане. Все газеты были расписаны, помню, что вот изверги пустили, а обратно она не прилетит. Попробуй кошку или собаку убей в Англии. Ой-ой-ой. Сергей Павлович, давай, 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 давай. Наши спутники вращаются вокруг Земли и ждут, когда появятся рядом с ними американские и другие спутники и составить содружество спутников. Хрущев сказал, наша задача не выиграть войну, а предотвратить эту войну, заставить американцев вести себя так, что они побоятся на нас напасть. И поэтому мы должны вот их пугать, говорить, что мы делаем ракеты как сосиски. И в том числе космонавтика была этим, ну как сказать, очень мощным оружием. Политическим эффектом этого запуска явилось то, что президента Эйзенхауэра хватил второй и обширный инфаркт. В Америке началась действительно политический кризис. Притом этот второй инфаркт был настолько серьезным, что к выполнению, исполнению обязанностей президента стал готовиться Ричард Никсон. Мы ожидаем, что президент, после периода воскресенья, будет вернуться к его доске в Белгородской области. И что он, как докторы показали, будет полностью воскресенье. Впервые американцы заговорили о том, что советская инженерная мысль опережает Соединенные Штаты Америки. Хотя в тот период, поскольку эти программы проводились в обстановке серьезной секретности, американцам было трудно судить, в чем конкретно они отставали. Это моя вероятность, поддерживая научные и милитарные адвизоры, что, хотя соединенные в каких-то миссиях и специальных областях, и, конечно, в сателлитном развитии... Когда первый ищепутник вот улетел, Сергей Павлович сказал, через пять лет полетит человек. Не ошибался. Перед Гагарином мы ведь сколько собачек пустили в спускаемом аппарате для того, чтобы определить жизнь и деятельность будущего космонавта. И они возвращались у нас, и живы были, здоровы. С прибытием, звездочки! Теща пригласила своего знакомого гинеколога, который сказал, для того, чтобы сделать кровь нормальная была у нее, срочно нужно забеременеть. Я говорю, только сейчас освободились от сына, вот это, умер, ей каково, забеременеть. И пришлось, конечно, забеременела, и вот у нас родилась Лариса. Мама была интеллигентная, начитанная. И мама как-то вот пыталась отца поднять на тот уровень, на котором была сама. Понимаете? И он ее слушался беспрекословно. Отец очень был рад тому, что я родилась, потому что это был долгожданный ребенок. И процесс действительно по женской части восстановился. И она после этого пошла работать. Но и почки заболели, и диабет появился, и целая куча болячек. Получилось так, что почки отказали, нужно было делать демодиализм. И этот процесс в неделю, два-три раза надо делать. И если не будешь делать на треть, четвертые сутки, считай, тебе нет уже. В шесть часов я был уже в больнице. В семь часов я был уже на работе. При окончательном осмотре убедились, что все у нас в порядке. Начинаем стыковать нижнюю оболочку, которая у нас соправляется. Все подстыковано. Окончательно опускается в гнезда. У тебя получаются эти показания? Да, показания стабильные. Показания стабильные. И у вас. Когда мы прилетели из командировки первого спутника, Сергей Павлович говорит, будет у нас продышка где-то в декабре месяце. Мы соберемся, будут вручать награды. Ну вот, небольшая экспозиция с тех наград, которые начались, будем говорить, с 1957 года. Но самая, конечно, дорогая, это за первый спутник Земли. Орден Трудового Красного Знамени. Мне было всего 25 лет, а я уже имел такую большую награду. Это вот американская медаль. Американцы, когда сюда к нам приезжали, меня доклавил Семенов. И говорит, вот это так, то-то, то-то, сделано то-то, то-то. Он достает из кармана, и вот тебе. Впервые я за границу попал в Германию со своей выставкой. Павильон «Космос» ездил вместе с торговой палатой. Естественно, мы ездили собирать эти объекты. Если едем, то от ВДНХ, монтажниками всякими, такие анкеты были у нас, замаскированы. С нами ведь ездили и КГБ. Например, слесарь, будем говорить, полковник такой-то. И он работает тоже на ВДНХ. Но за нами как глаз да глаз смотрел. Не дай бог, мы с бабами с какими-нибудь крутимся. Поэтому приходилось себя сдерживать. Сделали выставку в Англии, в Лондоне. Объявляют всем быть на местах. Едет Маргарет Тэтчер. Нам ни слова не говорите лишнего. Ну, а я руководитель. И меня представляют. Поздоровывалась со мной. Потрясла руку вот так вот и говорит. Молодцы. А можно посмотреть? Конечно, можно. И ее в бытовой отсек. Подставочку сделали такую быстренькую. И она туда полезла. Полезла и застряла попой своей в этом самом люке. Посмотрела, огляделася. Вылезает и говорит. Да это маленький. Я говорю, это же космический корабль. Это же не квартира. Туда-сюда. Ну, маленький, мало места. Неуютно. Я говорю, ну что же, это космонавтика. Мне впервые Сергей Павлович выделил машину. Тогда еще Запорожец. Не горбатый, а такой уже современный Запорожец. И это было в 65-м году. У меня все время под носом стояла машина. Я с нее практически не слезал. Потому что в 6 часов уже начинается демо отдельности. А надо было привезти, раздеть ее. Еще на второй этаж этот демо, это была мука. Это какая-то была мука. И это продолжалось два года. Два года. И вот когда я ее возил на демодиалюс, она слепнет. И она слепла окончательно. Я думал, хоть немножечко будет видеть. Ничего подобного. Так и пришлось слепую возить туда-сюда. Но уже надоело ей. Она мне кричит. Я ничего не вижу. И мне это не хочется жить. И в один прекрасный день в больнице взяла и все эти шланги от этой машины, которая перегоняет вот эту вот кровь, все вытащила, села и сидела. И после этого на третий сутки она умерла. Окончательно устанавливаются четыре антенны, которые закрепляются в кронштейны и затем устанавливаются в переходники головного обтекателя. 4 октября 1957 года. В этот день весь мир был поражен успехами советской науки и техники. Мы тоже выходили на улицу и тоже это слушали. И видели, и смотрели, как летит спутник. Такая звездочка, которая двигалась. Это было видно. И очень многие люди выходили на улицу и просто это смотрели. Это было, конечно, очень здорово. Это был грандиознейший успех. Гордость за нашу страну появилась, понимаете? Огромная гордость за нашу страну. Первый спутник, он... Это был шок в Америке, психологический шок. Представление о том, что Советский Союз вот отсталая страна, с которой не стоит считаться, в тот период стал сходить на нет. Ну как же Россия запустила? Как отсталая страна вообще могла запустить искусственный спутник Земли, который не смогли сделать и Соединенные Штаты Америки? Пусть нас лапотной Россией называет Вашингтон. Мы сегодня лапоть запустили свыше пяти тонн. А вот если так можно выразиться, запуск советского спутника в 57-м году, ну привел, если так можно, к такой мини-капитуляции Соединенных Штатов Америки. Продолжение следует... Я, например, очень горжусь, что я жила и живу при начале космической эры человечества. А ведь Сергей Павлович и его соратники, они создали эту космическую эру. Не каждому человеку удается создать новую эру человечества. Мне хочется привести глубокую благодарность Вам за Ваш замечательный труд. Я думаю, что еще ни одна космическая дорожка начнется заложена Вашим разумом и Вашими золотыми руками. Сергей Павлович, с таким поклоном, жизнерадостная у него улыбка, я всех поздравляю. Я поздравляю, потому что мир станет другим. Пять лет назад в нашей семье, в моей семье уже, появился сын. Когда он должен был появиться на свет, мы смотрели на дату в календаре и думали, вот будет забавно, если он действительно появится 12 апреля. Ну, конечно, в чудеса никто не верил. Матвей, Матвей, можно подойти? Подойди ко мне, пожалуйста. И вот внук Силаева Юрия Дмитриевича, когда он родился, я позвонил отцу, я говорю, пап, ты знаешь, что сегодня произошло? Он говорит, да, сегодня 12 апреля, день космонавтики. Я говорю, да, и есть еще один большой праздник. Он говорит, какой? Я говорю, у тебя родился внук. И вот этот внук, мы надеемся, верная смена, которая должна вырасти на радость дедушке и нам всем. Сергей Павлович пришел в комнату и кричит. Вы же русские парни, вы же не знаете, что вы наделали. Наш-то пи-пи-гает. И я слышал пи-пи. Ага, родной, чего-то, как в сердце бьется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова